приехали за бояркой в общем ползу по этой траве ищи почему ее не скосили такая трава хорошая ну вот добралась я до боярки высоко растет надо за кусты тащить вниз чтобы рвать ее вот этим буду заниматься сейчас вот боярочка добрались мы до нее вся усыпана ягодами как сейчас наберем как чай будем пить зимой как настоечку делать будем вкусно ну ладно собирать в общем пришли в лес и рвем ягоды боярка или правильно называется боярышник кровавый он красного цвета я уже показывал вот они ягодки растут кисточками кустарник колючий но он не сильно колючий такие большие шипы где даже не могу но их мало но они есть вот например вот все равно они есть конечно иногда так схватишься за куст а там колючка вот например видите вот такие шипы большие сейчас нарвем на сушим а зимой с чай с чайком заваривать ох и вкусно ягодка и очень полезная она это ягода и вот столько здесь много и сейчас вот наверное ведро нарвем домой поедем а завтра еще приедем потому что это ягода она не каждый год хорошо такой урожай дает но как обычно знаете год на год не приходится тем более у нас бывают майские заморозки как раз когда она цветет но у нас всегда когда все цветет и вишни и слива и яблоки и вот калина рябина бывают если заморозки то и ягоды не бывает нигде не в огороде не в лесу этот год очень удачный поэтому в лесу очень много ягоды и рябины и калины и боярки вот пришла пора собирать боярку калина еще не созрела она поздно ну почти до заморозков там надо ждать тогда она будет зрелая ягодка так же как и рябина красная вот так а вон там он далеко деревне наши вот собрали боярку сейчас домой поедем и собрали еще вот шиповника немного сейчас приедем домой посмотрим внимательнее что мы набрали вот мы были в лесу приехали вот наша ягода сколько мы набрали боярки 5 литровая ведерочка и трехлитровый бетончик 8 литров сейчас буду мыть и сушить сушить буду в сушилке электрической чтобы все это быстрее происходило